Дорогие друзья, хотелось бы открыть нашу выставку, которая и так уже открыта. Я вижу большое количество зрителей, наших друзей, художников, участников выставки, как говорится, друзей и родственников кролика. Все собрались, и это замечательно. И открывают нашу выставку приветственным словом председателем нашего общества, акварелистов Санкт-Петербургского, которому вот-вот исполнится 20 лет восстановления, начала деятельности, председателем нашего общества, членом Союза художников Санкт-Петербурга Юрий Шевчик. Добрый день еще раз. Как все меня знают, у нас скоро будет очень дата серьезная. Насколько еще год нам исполняется со дня основания 130 лет и 20 лет со дня возрождения нашего общества. 100 лет будем праздновать вся Россию и отмечать эту дату. И мы решили отметить заранее, в 16-м году, появилась тема такая. Вспомнить Серебряный Лев, который был сто лет назад. Сто лет назад произошли события, которые дали платформу, фундамент многим событиям. Бывелось целевидение фотографии, бывелось масса всевозможных течений, бывелось абстракционизм, был модерн, были прекрасные поэты, были сезоны, о которых мы вспоминаем до сих пор. Сезоны, музыкальные сезоны. Я вчера был в арт-отеле Трезине, нашел афишку музыкальных сезонов. И тут здесь, по декабристу, в начале декабриста, находится ресторан. Тринадцатый год. Все дает нам знание, чтобы вспомнить немного. Акварительный сезон, мы назвали нашу, как бы, теоретическую выставку, воспоминания о Серебряном Леве. Здесь вы увидите немножко портреты поэтов. Портреты Индиагинова, которые музыкальные сезоны, театральные сезоны, как ты дал в начале. Это выставка, как бы, преддверие нашему гневею, который будет на следующий год. Это только начало. Я надеюсь, что работы, которые здесь дали, и небольшие, прорастут, и в следующий год. Тема интересная, тема важна, немножко, выставка разогрева небольшой. Очень рад, что художники откликнулись. Правда, желательно, чтобы большинство им откликнулись. Все откликнулись, члены нашего общества. Еще раз поздравляю. Спасибо большое, что вы пришли, что мы написали эти картины. Получилось, как бы, начало, которое ждет продолжения нашего. Большое спасибо. У каждого общества, которое существует уже 130 лет, есть свои традиции. И каждый раз, когда мы открываем выставку, мы просим сказать славное, доброе слово Нину Дьякову, человека, который вложил душу и силы в то, чтобы общество возродилось, двигалось, развивалось. Нина – замечательная художница. Я думаю, что мы все ее знаем, поэтому что представлять? Нина, пожалуйста. Ну вот, а это общество, я немножко чувствую себя матушкой. Это как вот моё дитя, идея, которая родилась. А идея родилась в связи с тем, что я приехала, когда в Мексику, там в музей мексиканской акварели, первый в мире музей акварели, основанный от Феда Гуатерово, известным там художником, акварелистом. И вот он, когда смотрел мои работы, смотрел фотографии работ наших категорских художников, он загорелся желанием сделать выставку питерских художников. И спросил у меня, я, говорит, выставляю ведь только общество акварелистов, я отдельных людей не выставляю, только отобранных коллективно. У вас такое общество есть? Ну, я ему сразу сказала, есть, хотя это была ложь, понятно. Я вернулась, когда домой, это был 1978 год. То есть, фу, 87-й год. 87-й год. Вот, и я когда вернулась, значит, сразу же сделали собрание и решили организовывать, и зарегистрировали, первая регистрация была, потом мы его перерегистрировали. В общем, вот, образовалось наше общество. Таким образом, и наша первая выставка была в Мексике, и наша эмплема первый раз печаталась на каталоге в Мексике. В общем, мы вот, так сказать, оттуда как мы ушли, и там до сих пор у нас дружба сохраняется, и наше общество развивается, что мне очень приятно и очень радует. И особенно мне радует вот эта выставка. Конечно, здесь многие из членов общества не участвовали, потому что тема очень сложная. И серьезно подготовиться к такой теме нужно много времени. Но в то же время тема отражена. Получилось, что, значит, именно по теме, по Серебренному веку, очень много работ. И работы великолепные. И я вижу, как наши члены общества растут. И вот те, кто начинали буквально только-только и делали моим замечания, и выгоняли с выставкомов, вдруг несут хорошие работы, и сейчас выставляются очень достойно, все лучше и лучше. Значит, вот наша цель развития акварельной живенности в России, мы ее выполняем. Эту цель наметил еще Минуа, когда был председателем первого общества акварелистов. То есть цель общества они так и записали в уставе. Развитие акварельной живописи в России. И вот мы ее развиваем. И я здесь хотела отметить, потому что мне очень понравилось множество работ, причем поскольку общество растет очень быстро. Многие имена мне неизвестны даже. Я первый раз вижу. Конечно, Юра-то знает всех, он из Престаев-то каталоги, Наташа тоже. А я в основном в Мексике занимаюсь международными отменами с Латинской Америкой. Вот, и поэтому я стала смотреть каталог, и вот тут на развеске тоже я обнаружила много очень хороших работ, интересных работ, фамилии, которые мне как бы были неведомы. И вот я уже сюда ехала и написывала, думаю, дай-ка я выпишу. Ну что я буду вот хвалить нашего мукиткана, предположим, Леонида Симоновского, великолепного художника, который всегда радует нас своим участием. И вот здесь у него великолепная работа совершенно. И также, если пройтись, тут очень много известных, хороших художников, уже давно себя зарекомендовавших. Поэтому я открываю каталог и начинаю писать. Вот у нас Алла Чебушева. Очень интересные работы. Вот иллюстрация Крэкви Ивана Ахмахова. Причем черно-белая. Не просто живопись акварельная, а так она подошла по-своему к этой теме. Ирина Чеботарева. Искажение. Вот тоже интересный философский ход. Марина Фазанова. Рассказ о судьбе Нижинского. Интереснейшая композиция. Михаила Столкова. Выбросская сторона. Очень простая вещь. Спасибо, Ильич. Нина Старова вот написала на тюрьму. Но вот если бы мне не сказали, то внизу работа нашего народного художника, к сожалению, ушедшего, Владимира Георгиевича Старова. А наверху ее работа, если бы мне не сказали, что это ее, я думал, что его. Она настолько ученицей была его вообще следовала. То есть, можно сказать, продолжательницей его всех традиций. В общем, я писала-писала, и потом обнаружила, что я просто как идиотка переписываю весь каталог. Все сижу и переписываю. Ну, нафига я это делаю? Слава богу, автобус подошел. В общем, тут еще вот Любовь Рахман и, значит, вот Дарья Рубцова прекрасная. Мне очень понравилась. Так что я всех поздравляю. Вот так же замечательно работаете и дальше. Выставка красивая получилась, я так считаю. Вот ура! Ну что же, у нас есть здесь замечательные наши помощники. Люди, которые отдают душу, силу и время нашему обществу. Это Ксения Костик, наш неизменный секретарь, друг, я не знаю, добрая душа нашего общества. Это Виктория Кадо, постоянный наш помощник, электронный, электронный, можно сказать, дух, душа нашего общества. И я хотела бы передать слово, представить искусствоведа, который с нами постоянно сейчас работает, Елена Григорианц. Елена, пожалуйста. Елена, искусствовед, доцент Герсоновского университета, психолог, специалист в руководстве, и наш большой друг. Спасибо большое. В первую очередь я хочу всех поздравить с прекрасным искусством и участников, и гостей, и любителей искусства, как я. Потому что в этом зале вообще всегда очень приятно видеть работу. Они здесь начинают иначе смотреться, они начинают иначе дышать. И это очень хорошо. Я хочу поддержать ту линию, которую начала Нина Дьякова, и сказать о том, что я смотрела каталог электронный, поскольку мне уже нужно было работать с этим материалом, что-то делать, но я сейчас пришла, я вижу многие работы, они выглядят совершенно по-новому. Мне кажется, что здесь действительно вот такая живая жизнь на акварели, живая линия искусства, потому что самое страшное, когда берется тему серебряный век, это стилизация. Потому что все мы знаем, и все мы можем себе вот что-то такое представить, но, естественно, есть большой соблазн сделать вот то, что уже заштамбовано. И здесь этого нет. И это так хорошо, потому что здесь вот такая живая жизнь, очень широкая трактовая тема, очень разный подход, и это очень интересно. Замечательная работа, здесь просто выдающаяся. Не могу хвалить многих, потому что пригодился мне писатель, они рядом стоят, но, тем не менее, очень действительно интересные работы, и мы можем прочувствовать некрессивное искусство, которое, собственно, было как тема для Серебряного века. Это самое главное, что мы должны были почувствовать от этого проекта. Так что большое спасибо Юрию за хорошую тему. Большое спасибо всем за такую интересную разработку. Вот это очень-очень сложная задача. Еще раз поздравляю всех субтитров. И коллекционер, искусствовед, человек острого критического ума, человек, которого уважают и боятся многие художники, потому что всегда говорит «Правые глаза никогда не скрывают». Это Николай Благодатов. Пожалуйста, Николай, скажите простое, честное, критичное слово. Спасибо, я поздравляю, и благодарю за такой праздник. Мы взяли за такую другую плаву. Здесь такое вдохновение уже для Господь Ильича. Общество полейлистов составляет уже много раз, и такое впечатление, что, с одной стороны, это как вот такая замкнутая герметичная секта, куда попадает даже живописец, и он тоже превращается вот как бы в члены тысячелетных, хотя он живописец совсем не похож, да, с твоей карьеры и работают подчас. Да. Ну вот, то есть вот сама техника, как там кто-то сказал, что главное дать Владе работать. Вот все эти художники умеют дать работать технике и Владе. Поэтому какое-то есть единство в этих наших выставках, оно не замкнутое, но тем не менее вот очень ярко выруженное. Всегда доставляет большое удовольствие и дешевое такое вдохновение. Очень много, конечно, разнообразия, но, с то же менее, что-то объединяет вот это какое-то вот такое чувство замечательное. Так что я всегда с большим удовольствием эту выставку покажу и большое удовольствие всегда получаю. поздравляю художников, устроителей и понимая, что это бесконечные возможности этой техники дают еще большие перспективы. Ну, а что касается серебряного века, конечно, петербургский серебряный век, поэтому здесь все лежит петербургом и петербургской поэзии. Очень много портретов поэтов, стихов, и это все как-то объединяет разные аспекты культуры даже. Продолжение следует... Продолжение следует...